В его жилах течёт кровь ирландцев, датчан и индейцев. Он работал маляром, автомехаником, санитаром скорой помощи и рабочим на автозаправке. Хиповал, употреблял наркотики, спиртное сверхмеры, гонял как сумасшедший на мотоцикле и затевал драки. Многих друзей его юности уже нет в живых. Его карьера длится свыше 30 лет и за это время актёр снялся в более чем 170 фильмах. Прошу любить и жаловать Майкл Мэтсон. Биография Майкла Мэтсона берёт начало 25 сентября 1958 года в Чикаге, штат Иллинойс. Дедушка и бабушка Майкла по отцовской линии родом из Дании. Родители Элэйн и Келлин Мэтсон развелись в 60-х годах. Мать бросила карьеру в области финансов, чтобы посвятить себя творчеству. Она работала режиссёром и сценаристом. Старшая сестра Майкла Шерил владеет рестораном в штате Висконсин, а младшая Вирджиния Мэтсон тоже актриса. Номинировалась на премии «Оскар» и «Золотой глобус». В 14 лет никем не любимый подросток организовал уличную банду. Юные нарушители правопорядка грабили супермаркеты, вламывались в частные владения, угоняли машины, дегустировали наркотики и алкоголь устраивали драки. Увещения родителей не вернули Майкла Мэтсона на путь истины, и он угодил в тюрьму. Коротать время в четырёх стенах Мэтсону помогала неожиданно раскрывшаяся тяга к поэзии. Позже, став известным актёром, он признался, что ни одна из строк не была выдумкой, каждое стихотворение основывалось на истории из жизни. Я писал только о том, что лично пережил, поэтому если вы хотите узнать подробности моей биографии, читайте между строк. Интерпретируйте написанное. Это мой дневник, облачённый в стихотворную форму. Выйдя на свободу, Майкл не бросил вороват, но делал это с осторожностью, чтобы не попасться в руки полиции. Пытаясь заработать на пропитание, в молодости он работал пожарным, автомехаником, маляром, санитаром скорой помощи и даже ночным сторожем в зоопарке. Его жизнь изменила статья в журнале «Досуг в Чикаго» о спектакле, поставленном в театре Степпенвольф. Роль бугая Лени, который по глупости уничтожает даже то, что ему дорого, играл Джон Малкович. В Лени Мэтсон видел себя, громадного, агрессивного, одинокого. Американец посмотрел спектакль пять раз, а потом решил исповедаться перед Малковичем в письме. Он высказал предположение, что вполне мог бы стать актёром. На сцене я бы оставлял внутренних демонов, а в жизни окружал бы себя ангелами. На трогательное обращение Майкла Малкович ответил. Он поддержал подростка и согласился, что актёрство – это способ стать лучшей версией для себя самого. С этого момента Мэтсон твёрдо решил занять место перед кинокамерами. Попробовав себя в театре, молодой человек отправился завоёвывать Голливуд. Сначала, чтобы подзаработать, пристроился на заправочной станции в Беверли-Хиллз. Затем нашёл себя агента и стал появляться в маленьких ролях в телешоу кино. Играл много, но большие роли были ещё впереди. Впервые его заметили в военных играх с Аликом Болдуином и Ким Бессенджер. А после этого в 91-м году он снялся у Ридли Скотта в Тельме и Луизе. В этот же период Майкл Мэтсон знакомится с Квинтином Тарантино, который ищет актёров для своего дебютного фильма «Бешеные псы». И Майкл Мэтсон получает роль Вика Вегги, мистера Блондина. Вик Вега полюбился зрителям, и Тарантино решил вернуть персонаж в своём следующем крупном проекте «Криминальное чтиво». Но из-за занятости в съёмках вестерна «Уайтерп» Мэтсон отказался от роли. В фильме появился брат Вика, Винсент Вега, в исполнении Джона Траволты. Роль мистера Блондина в культовом американском фильме подарила Мэтсону билет в большое кино. Ещё один мощный фильм, где Мэтсон сыграл колоритного злодея, это «За пределами закона» 93-го года Ларри Фергюсона, где Мэтсону досталась роль хлопнокровного главаря байкеров Блада. В 95-м году актёр получает одну из главных ролей в научно-фантастическом боевике «Особь», где его партнёрами по площадке становятся сексапильная особь Наташа Хэнстридж, мандарин Бен Кингсли и пёс-призрак Форест Уитакер. Первый фильм собрал солидную кассу, и продолжение не заставило себя ждать. Почуяв неладное, мандарин и призрак стали на лыжи, а любитель экспериментов Майкл остался в проекте. Фильм с крахом провалился в прокате, собрав несчастные 33 миллиона долларов. Хотя, когда я впервые смотрел его ещё на кассете, кино мне доставило, но Мэтсона тогда я ещё не знал. Хотя хорошо был знаком с двойняшками Наташи. В этом же году выходит классный фильм, снятый в лучших традициях жанра, под названием «Скала Малхолланд». В состав фильма, помимо Майкла, вошли такие звёзды, как Ник Колти, Час Фальментери, Крис Пенн, Дженнифер Коннолли, Дэниел Болдуин и Джон Малкович. Режиссёром выступил небезызвестный Лита Махори, чьему Перу принадлежат Награни, Пророку и Умри, но не сейчас, один из фильмов Бондиана. Фильм, так же как и Вторая Осыпь, провалился в прокате. Далее актёр знакомится с Аль Пачино и Джонни Деппом на съёмках Донни Браско и получает главную роль в сериале «Месть беспредела», у которого рейтинг на минуточку больше восьми. Единственное, что его не устраивало, это амплуа плохого парня, которая приклеилась к нему даже несмотря на положительную роль в культовом подростковом фильме «Освободите Лилли» и его продолжений. После этого Майкл продолжает получать роли в середнячковых проектах, которые особо ничем не примечательны, но в 2002 году удача улыбается Майклу, и он получает второстепенную роль в очередном эпизоде сериала про агента 007. Какой сериал это? Фильм? Да знаю я, просто франшиза уже всем надоела. Или остались те, кто без ума отверны в услуге английской короны? Напишите в комментариях. В ответ на вопрос, когда он поверил в свой успех, Мэдсен смеется. Поверил, когда его мать, большая любительница кроссвордов, встретила в одном из них имя сына и по телефону сообщила ему, что теперь он настоящая знаменитость. Со своей сестрой Майкл очень дружен, но вместе они пока не работали. Актер до сих пор с обраганием вспоминает, как режиссеру Бернарду Роузу пришла в голову мысль снять его с Вирджинией в ролях любовников. Мэдсен тогда чуть не поколотил Роуза, на что режиссер, изрядно струхнув, заявил, что это была просто шутка. Смешно. Таких шуток Майкл не понимает. Вторая совместная работа Квентина Тарантино и Майкла Мэдсена «Убить Билла» и «Убить Билла» 2, где актер сыграл Ассасина Бада, брата Билла или актера Дэвида Кэрридайна. В 2005 году на экран вышел «Город грехов», экранизация одноименного графического романа, снятая Робертом Роделькисом. Майкл Мэдсен появился в главе «Тот желтый ублюдок», разделив съемочную площадку с Брюсом Уиллисом и Джессикой Альбой. 2005 год в целом выдался плодотворным для актера. В этом же году Майкл снимается в сериале «Тилд». Сериал имеет довольно высокую оценку в 7 баллов, но я пока до него не добрался. Если вдруг кто-то из вас его смотрел, поделитесь мнением в комментариях, стоит смотреть или нет. Затем по какой-то причине Майкл напрочь поехал кукухой. И в том же 2005 году начался поистине золотой союз актера со знаменитым Уви Боллом и российскими киноделами. Союз Уви Бола и Мэдсена подарил нам до ужаса прекрасный Бладрейн, где главную роль сыграла терминаторка Кристана Локин, снова Мандарин, Билли Зейн и звезда Форсажа Мишель Родригес. Похоже, после Кровавого Дождя дела у актера пошли совсем не к черту. И Майкл решает попробовать свои силы в русском кинематографе. Первой пробой пера становится картина «Мужской сезон. Бархатная революция», где Майкл сыграл барабанная дробь. Американцы, я не шучу. Если не верите, погуглите. Так и написано «Американец». Фильм имеет честную тройку на кинопоиске. На этом изучение русской души не заканчивается. И в девятом году Мэдсон снимается в, цитирую, масштабный приключенческий боевик «Путь». Соседями по площадке стали Олег Токтаров и Николай Валуев. Видимо, неугомонный пыл актера выбил Олега и Николая из равновесия. И они конкретно настучали Майклу по макухе. Потому что только так можно объяснить его дальнейшие действия. Следующим русским фильмом Мэдсона стал «Ключ Саламандра», где кроме него еще засветился и Рудгер Хавер, и Федя Емельяненко. В справедливости ради отмечу, что фильм получил смешанные отзывы и получился на голову выше своих предшественников. Но, судя по всему, Майклу все-таки удалось вывести себя добродушного Федора, сказав что-то в этом духе. Так и будешь весь день гавкать, шавка. Наверняка Федор поколотил Майкла и у того совсем перестал отвечать мозг. Потому что в 2014 году Майкл снимается в суперпровальном русском трэше под названием «Скорая Москва-Россия». К сожалению, я смотрел этот фильм. Коротко о сюжете. Если вам нравится Макс-10500, у меня для вас плохие новости. Но фильм вам наверняка зайдет. Если вы не любите Макса и его шоу, то представьте, что вторым ведущим стал вечно ржущий и орущий Камень Светлаков. И желание посмотреть это кино исчезнет совсем. В начале нулевых обсуждалась возможность объединить на экране Винсента и Вика Вегу. Но в седьмом году Тарантино сказал, что фильм, который собирался назвать W. Вега, уже никогда не будет снят из-за возраста актеров и смерти обоих персонажей. Подробнее о неснятых фильмах Квентина Тарантино вы можете узнать из ролика в правом верхнем углу. Да-да, вот здесь. Классайте, едем дальше. Кстати, парни, мое новое видео будет целиком и полностью посвящено новому фильму Гая Ричи под названием «Инкассатор», который выйдет в 2021 году. Поэтому, чтобы не прошляпить это видео, подписывайтесь на канал. Для вас отличный товарчик, для меня солидный наварчик. Не сумев попасть в руки мастера боевиков, актер снял фильм в честь себя «Быть Майклом Мэдсоном». Название это отсылка к ленте «Быть Джоном Уалковичем». Это не биографическая хроника, а комедия о том, как Мэдсон вынашивает схему мести против бульварного журналиста. Несмотря на высокие оценки кинокритиков, американец признался, что сожалеет о съемках этого фильма. Амплуа Мэдсона, персонажи с оружием в руках, борцы за справедливость или отъявленные преступники. Таким актер предстал в фильмах «Адская поездка», «Смертельное оскорбление» и «Омерзительная восьмерка». Третий по счету – работа под руководством Квентина Тарантино. В 2019 году Майкл в четвертый раз сотрудничал с Квентиным, снявшись в короткой сцене в фильме «Однажды в Голливуде». В середине ноября 2019 года в российский прокат вышла анимационная комедия «Стражи Арктики», в оригинальной версии которой Мэдсон озвучил Дюка, пса породы Хаски. С возрастом Майкл Мэдсон остепенился, он уже не так импульсивен. Я понял, что иногда лучше подождать и подумать, прежде чем делать что-то. От юношеских пороков ему удалось избавиться почти полностью. Никаких наркотиков, сигарет, никаких крепких спиртных напитков, только пиво. И больше он не дерется. Хотя говорит, что если понадобится защищать детей, его никто не остановит. Он, правда, по-прежнему обожает скорость. Но на машинах и мотоциклах уже не гоняет. Он их только коллекционирует и, вспоминая свою прошлую автомеханика, любит разбирать и собирать. Поскольку трюки в своих фильмах он делает сам, от работы в кино у него остались своеобразные трофеи. Указательный палец на правой руке потерял чувствительность после фильма «Убей меня снова». На особи он вывихнул плечо. Во время съемок человека с пистолетом сломал лодыжку. Этот рисковый человек верит в реинкарнацию. Основным ее смыслом считает, что новое возвращение в жизнь дает человеку возможность исправить ошибки. У него много друзей, но на вопрос, кого бы ему хотелось собрать у себя дома, отвечает «Я пригласил бы Боба Митчума, Джека Керуака, Джака Кусто и Авраама Линкольна». Реинкарнация, Карл. Первой женой Майкла была Джорджаня Лапьер, сводная сестра певицы Шер. Их брак был кратковременным и совпал с периодом, когда американец еще не был актером. В 91-м году Мэтсон женился во второй раз. Его избранницей стала Джанин Бесиньяно. Вероятно, причиной брака стала беременность. В 90-м году у пары родился первенец Кристиан, а в 94-м сын Макс. Дети не помешали актеру покинуть семью. И в 95-м году супруги развелись. В 96-м году третьей и пока последней женой Мэтсена стала Де Анна Морган, бывшая супруга музыканта Брайана Сетсера. У них трое детей. Хадсон Ли, Келвин Майкл и Лю Крей. Крестным отцом одного из них выступил близкий друг и коллега Майкла, мистер Белый Харви Кейтель. Иностранные таблоиды также утверждают, что у Мэтсена есть дочь Джессика, но кто ее мать, неизвестно. Дети хотят пойти по стопам отца и связать жизнь с кинематографом. Кристин уже снялся в нескольких картинах, остальные пишут сценарии. Мэтсон категорически против такого будущего для сыновей. Он видит их докторами или юристами. Мой старший сын Кристиан уже снялся в двух картинах, остальные пробуют писать сценарии. Им нравится кинематограф, хотя мне бы хотелось, чтобы они стали докторами или юристами. Потому что профессия актера очень зависимая, либо пан, либо пропал. Либо ты попадаешь в колью, снимаешь и все у тебя хорошо, либо голодаешь. Я бы не рекомендовал им профессию актера. Я, например, работал с 14 лет. На бензоколонке механиком, работал с отцом в пожарном отделении. Я рос по-другому. И когда я говорю им, ребята, не сидите, идите работать, набирайтесь опыта, любого, хоть тарелки мойте, прессу разносите. Они отвечают, что? Нет, зачем? Мы не будем это делать. В 12-м году Майкл Мэтсон был арестован за жестокое обращение со своим сыном. Каким именно, не уточняется. Причиной агрессивного поведения прежде добропорядочного отца стало то, что он, вернувшись домой пораньше, застал подростка за курением марихуаны. Актер провел в камере предварительного заключения несколько часов, после чего был отпущен под залог в 100 штук. О личной жизни и успехах в кино Мэтсон рассказывает только в Инстаграме. В августе 2018 года он опубликовал пост, в котором призывал поклонников не доверять якобы официальным страницам актера в иных социальных сетях. Из-под пера Майкла вышло 8 сборников поэзии. В 2005 году издательство выпустило собрание поэзии Мэтсона за 10 лет. The Complete Poetic Works of Michael Madsen. В целом, его творчество вдохновлено работами Джека Керуака и Чарльза Буковски. По личному мнению друга Майкла, Денниса Хоппера, по остроумию поэзия Мэтсона превосходит этих авторов. В 2006 году 13 Hands Publications опубликовала первую книгу фотографий Майкла под названием «Signs of Life». Помимо фоторабот, она включала некоторые новые на тот момент стихотворения. «Signs of Life» актер посвятил своему хорошему другу Крису Пенну, с которым он работал над фильмами «Бешеные псы» и «Скала Малхолланд». Майкл Мэтсон принимал участие в озвучивании компьютерных игр, например, GTA 3, True Crime Streets of L.A., Dishonored и The Walking Dead Season 2. В августе 2014 года Майкл снялся в «Убить Билла» — тематическом музыкальном клипе Иги Азалия на песню «Черная вдова». Интересные факты. Роли Майклу обычно дают без проб. Он никогда не выдвигает никаких требований, не засевает интриг и всегда держит свое слово. Честный и прямой, к тому же очень добрый и щедрый парень. В Голливуде долго обсуждался его широкий жест — подарок старому другу Бруно автомобиля марки Porsche. Автомобили — его страсть, и разбогатев, Майкл принялся их коллекционировать. В редкие часы досуга он любит полностью разбирать, а затем старательно собирать моторы своих любимых машин. Он также заполнил свой дом живностью, который всегда питал особую любовь. У Майкла поселились попугай, псы, коты и птички. Скотины я был в детстве, обижал их. Моя сегодняшняя забота о них — знак вечного покаяния перед ними. Сегодня он считает себя счастливым семейным человеком. Майкл постоянно проживает в Малибу, и свою дружную семью пополнил компанией домашних питомцев. У него есть лошадь, две собаки, две змеи, попугай, тарантулы и, по его собственному утверждению, мини-дракончик. И хотя, увидевшись своими глазами сей раритет, журналист признал в дракончике обыкновенную ящерицу, Майкл от своего убеждения не отступает. Он великолепно выглядит, возраст никак не затронул его физически, заставив разве что регулярно закрашивать седину краской оттенка жгучий брюнет. Как артист, он по-прежнему в седле, по-прежнему востребован. Он осознает, что в его возрасте смотреться убедительно в роли непобедимого крутого парня наивно, но на его попечении семья. Поэтому он не имеет права останавливаться, вертеть носом и отказываться, даже зная заранее, что картина, куда его зовут, минуя прокат, сразу выйдет на видео. Вам он знаком как парень с хриплым голосом, сережкой в ухе и хитрой ухмылкой. У парня, который кажется вам в 10 раз холоднее любого самого жестокого психа. Но в реальной жизни он трогательный и сердечный, готовый расплакаться за просмотром старой мелодрамы или припомнив случай из своего прошлого. Все его фирменные черти, которых мы знаем по фильмам, просыпаются лишь изредка. Например, когда его сыновья начинают валять дурака. Итак, бандиты, напишите в комментариях биографию какого актера вы хотели бы увидеть в моем следующем видео. А также подписывайтесь на мои социальные сети, в том числе телеграм и фейсбук. Кстати, в фейсбуке можно неплохо так подсануть свой английский, так как там много зарубежных любителей кино. Кстати, я создал свой твич-канал, где буду обозревать игры по культовым фильмам, а также смотреть кино и разбирать трейлеры вместе с вами. Так что загляните по ссылочке в описании. Подписывайтесь на канал, это был Последний киногерой, смотрите только качественное кино.